Река жизни неумолима. Её поток безжалостно стирает и дробит даже самые твёрдые породы. И ложатся они на дно русла галечным крошелом, тонкой песчаной взвесью пронизывая толщу вод. Но дар особой целиковых кряжей – устоять. Не поддаться нивелировке временем, не сгладиться под напором стихий. И тогда средь бурных потоков возносится утёс. Одинокий, с резкими скулами отрогов, в кипении пены, словно с первых мгновений творения, сохранивший первозданное естество. Так и в искусстве. Дерзают противостоять лишь обладатели самобытного видения мира, характеры редкой цельности и силы, способные не раствориться в общем потоке, не разменяться на суетное, не сломаться под бременем гордыни, ложных благ и собственного дара. Именно их творения и остаются в веках. Бремя одарённости. Жизнь, взваливших его на себя, сурова. Дань за честь называться талантом, высока. Надорванные сердца, истерзанные нервы, потери и безденежья. Такова плата за счастье творить непредвзято. Такова скорбная правда бытия любого из великих художников. И исключений здесь нет и не было никогда. Любовь к своей профессии, да. Прежде всего, да. Я не могу сделать халтуру. Я тогда надо хамлю своей профессией. Нет, не то, что искусство для искусства. Вот ради своей профессии, ради этого я делаю это. А потом это будет нравиться и людям. Сначала для себя, а потом и для людей. Люди, хорошо знающие этого человека, называют его исключительно уникальным. Говорят, что в нём бездна обаяния, доброй иронии, огромного уважения к коллегам и тихой задушевности. Что у него есть особый дар. Дар любви к человеку. Он чуток ко всем актёрским поискам, внимателен к личным проблемам буквально каждого члена огромного коллектива. На съёмочной площадке его фильмов никогда не давит, но удивительным образом добивается своего. Внешне он сдержан, как-то по-особому не притязателем. О его скромности ходят легенды. Он охотно и с неизменным теплом говорит о других, но избегает употребления местоимения «я». Когда произносишь его фамилию, многие замирают в недоумении. Когда называешь его фильмы, люди расцветают улыбками благодарности и добрых воспоминаний. Что это? Что такое ты принёс? Зачем? Это вы сделали. Что я сделала? Вы в школу отправили эту посылку, я знаю, вы. Почему ты решил, что это я? Потому что у нас там не бывает никаких макарон и гематогенов, не бывает. Как? Совсем не бывает? Совсем не бывает. Знать надо было. Действительно надо было знать. Режиссёр, сценарист, педагог, его жизненное кредо, талант – это терпение мысли в одном направлении, и он следует ему неизменно. Заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии имени братьев Васильевых, почётный кавалер, народный артист России – Евгений Иванович Ташков. Нужно её соучаствовать, сопереживать с героями. Да, конечно, да. Это главное. Да, главное в ревиссуре, да. У него есть обязательно душа, он чувствует вот эту историю, что он пишет. Особенно мне нравится портрет Достоевского. Вот там он вызвал то, что внутри у него есть, а не то, что внешне у него. Картина просто грандиозная, да. Его картины не поражали взор ни форматами, ни ракурсами, ни сложно закрученными сюжетами. В них не было ни излишнего пафоса, ни буйства палитры, ни шекспировских страстей. Но его слава была феноменальной. Лидерство в товариществе передвижников непреложным. Восхищение просвещённого общества на грани благоговения. Именно ему выпала тяжкая ноша и великая честь предвосхитить будущий успех таких великанов, как Суриков и Репин. Что же захватывало в его творениях, что позволило причислить их к шедеврам, по сути, планетарного значения? Не эти ли скорбные лица детей, никогда не знавших детства? Не эти ли безысходные спины, согбенные горем невосполнимой утратой? Не это ли пронзительное безмолвие, невыкрикнутой боли, непролитых слёз, загубленных судеб? Всё обыденно, скупо, будто намеренно сухо. И эта сдержанность била наотмашь и была куда ужаснее и действеннее любых самых яростных манифестов. Человек высоких моральных принципов, натура ищущая и яркая, он был самобытен и справедлив, особо чуток к чужому страданию, не выносил душевной глухоты, презирал вялость мышления и отсутствие чёткой гражданской позиции, считал асоциальность безнравственной. Его кистью водило обострённое чувство совести. С великой болью сердечной запечатлел он мир униженных и оскорблённых, воспел светлую духовную красу сирых и убогих, оставил потомкам предельно достоверные образы величайших сынов Отечества. Живописец и публицист, светлый мечтатель и неусыпный труженик, гражданин всю жизнь, изучавший жизнь. Его полотна стали незамутнёнными зеркалами, в которых без прикрас отразилась его эпоха. Внебрачный сын потомка благородного рода он так никогда и не носил фамилии родного отца. Он вошёл в мир творческих дерзаний под детским прозвищем и прославил его на века Перов Василий Григорьевич. Василий Григорьевич Перов был сыном выходца из Эстонии барона Григория Карловича Криденера. Он родился в Тобольске 4 января 1834 года, увлюблённой парой, ещё не связанной официальными узами брака. И хотя отец очень скоро, счастливо повёл свою избранницу под венец, их первенец так и остался незаконно рождённым. По гражданским законам того времени ему дали фамилию крёстного отца. Так до 7 лет будущее светило русской школы реализма оставалось Васильевым. Криденер был личностью образованной и яркой, но для тобольских чиновников явно неудобной. Служил прокурором, дружил с ссыльными декабристами, писал едкие сатиры, вольнодумствовал. Его понизили, потом и вовсе вынудили уехать. Начались скитания. Лишь через 6 лет семья осела под Арзамасом. Именно здесь маленького Васю Васильеву и отдали в обучение к умному и весёлому дьячку. Ребёнок уже с 5 лет знал грамоту, был прилежен и чистоплотен. Особые успехи делал в каллиграфии. Он резко отличался от крестьянского парнишки, который всё время болтал ногами во время уроков, за что и получил от острова на язык учителя прозвище Иван Болтов. Из уважения же к виртуозному перу Васи, дьячок нарёк его перовым. Однажды Григорий Карлович пригласил из Арзамаса художника. Он хотел переписать на своём портрете фигуру собаки. И на глазах у ошеломлённого ребёнка рука мастера сотворила чудо. После этого в доме Криденеров не осталось ни одного подоконника, стола или стены на уровне Васиного роста, где бы не красовались первые неумелые рисовальные студии будущего идеолога-передвижников. Через три года мальчика отдали в Арзамаское уездное училище. В 13 он начал посещать живописную школу Ступина. Александр Васильевич Ступин. Его внимательное руководство укрепит руку юного художника. Но Вася покинет школу, недоучившись. Вскоре дом Криденеров посетит родной племянник Григория Карловича – Мюнцендорф. Его восхитят работы 17-летнего юноши, и он посоветует продолжить обучение в Московском училище живописи и вояния. Так начался московский период. Перов поселился у доброй знакомой его родителей. Мария Любимовна Штрейтер не брала с него за постой ни копейки, но кормить была не в состоянии. Голод стал постоянным спутником жизни юного живописца. Палитра казалась пудовой, а кисть валилась из рук. Его глаз был острым, кисть ироничной и точной. В нем увидели продолжателя традиций Федотова. Критики сравнивали его работы с обличительными творениями Островского и Салтыкова Щедрина. Но многих горький реализм Перова откровенно раздражал. Недоброжелатели называли его революционером, обвиняли в смаковании всяческих мерзостей и бытовой приземленности. Но после скандальных статей публика буквально штурмом брала выставки с его участием. Так его картина «Крестный ход на Пасху» вызвала шквал противоречивых эмоций. Академия получила высочайшее предписание немедленно снять ее со стен демонстрационного зала. А купившего холст Павла Михайловича Третьякова обязали подпиской не выставлять его на публичное обозрение. Покатился шепоток, что Перову грозят чуть ли не славки. Но, вопреки ожиданиям худшего, Василий Григорьевич получил большую золотую медаль за работу проповедь в селе, средство на обучение за границей, женился на Елене Шейниц и весной 1862-го отбыл во Францию. И хотя за почти двухлетний французский период им были созданы глубоко содержательные работы, он не находил в них удовлетворения своей гражданской совести. Он просил Совет Академии о позволении вернуться и получил его. 1864-й начался самый пронзительный творческий этап Перова. Потому что он через сердце, через сердце, через вот это дает. При всем изобилии в прошлом советской кинопродукции, лишь несколько фильмов заслужили поистине всенародную любовь и превратились, как сегодня говорят, в культовый материал. Собственно, их легко можно перечесть по пальцам. И одним из первых будет адъютант его превосходительства. Верно, Ваше благородие. Белогвардейцы, юнкера, нагайки и психические атаки. На экранах периода Союза их неизменно изображали чудовищными извергами. Стяжателями, для которых понятие Отечества есть лишь продолжение собственных амбиций и возможного торга. И вдруг адъютант, многосерийный, телевизионный, то есть пришедший в каждый дом. Штаб белых. Офицер красной разведки в логове непримиримого врага. И нет ни одного однозначно отрицательного героя. Есть боль за страну, что рвут противоборствующие силы лоскуты. Есть любовь, что выше гарь и сражений. Есть долг, что выше любви. Долг, казалось бы, у каждого свой. Но по сути, перед единственной, одной на всех, бесценной Родиной. А значит, общей. Мы-то снимали картину о трагедии русского народа. Фильм был неоднозначен, почти революционен, как-то по-особому нежен, к врагу не беспощаден, а оттого опасен. Чиновники от искусства стрепенулись. Его назвали гимном белогвардейщине и положили на полку. И лежал бы он, наверное, до бурных перестроечных, если бы не принципиальность Ташкова. Он сам пошел в КГБ и попросил спорный материал отсмотреть. Пришли 12 осанистых генералов, на одном дыхании, словно выпили все пять серий и пропустили. Ташков так волновался, что ушел из зала. А потом был триумф. Потом на пять вечеров страна вымерла. Лишь окна пульсировали голубым свечением телеэкранов. С августа месяца по декабрь включительно я спал 4-3 часа в день. Это когда я снимал адъютанта, да? Когда я закончил картину. Это что, я счастлив? Но нет же, я работающий человек. Я работаю, 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 сработал, все. Женя Ташков родился в крестьянской семье в 10-летнюю годовщину революции 17-го года. С детства в его жизнь вошли голод, бесконечная стерня, полторы мужские нормы выработки, с 38-го клеймо «Сын врага народа». Его отец получил 8 лет в Саликамском гулаге. Был реабилитирован только в 57-м. Но право вернуться в родные степи Иван Трофимович так и не получил. Сына и дочь Екатерина Ивановна поднимала одна. Лицедейство вошло в жизнь приволжского паренька неожиданно. Из блокадного Ленинграда приехала замечательная актриса Инна Александровна Мальвини. Так в Быково появился детский драматический кружок. Уже после победы Мальвини будет арестована по обвинению в шпионаже и расстрелила. Но мир искусств войдет в жизнь Жени Ташковой навсегда. И хотя после школы он уедет в Ростов и станет студентом Железнодорожного института, но очень скоро осознает, что у него впереди совсем другая дорога. Москва в ГИК кино. Сейчас снимают картину в основном для денег. А спрашивается, а какая идея? А идеи нет. Я думаю, что это... Сейчас проходим жуткий период. Я думаю, что он должен закончиться. Потому что в этой ситуации либо страна умрет, либо мы умрем, либо мы должны измениться в сторону, так сказать, настоящих ценностей, ради которых мы делаем, ради которых живем. Евгений Иванович в оценках своих побед очень сдержан. Но есть работа, о которой и спустя несколько десятков лет он вспоминает охотно и как-то особенно счастливо теплеет глазами. Фильм «Приходите завтра». Он и сегодня смотрится удивительно свежо, будто поставлен и сыгран только вчера. Светлый, переполненный бурлящей энергией молодости и будто рвущегося из рамок кадра огромного таланта. Фроси Бурлакова. Самородок из заснеженной алтайской глубинки. Характер мощный, независимый и какой-то очень русский. К великому сожалению, ее образ оказался единственной главной ролью в кино замечательной актрисы Екатерины Федоровны Савиной. Она взорвала устоявшееся представление о жестких рамках амплуа, возрастных возможностей, голосового диапазона три с половиной октавы, когда она пела, дрожали люстры. Так же широко и всепоглощающе она вошла и в жизнь Жени Ташкова. Ребята поженились еще в институте. Он любил. Он писал для нее сценарий, но судьба Екатерины Савиновой глубоко трагична. 13 лет необратимый недуг, смерть, как избавление, 43 года. Остались любимый муж, обожаемый сын, несколько фильмов и воспоминаний о бесконечно одаренном и добром человеке. Пришли смутные времена. Перестройка принесла гласность, но почти убила ее исконного носителя, кинематограф и театр. Пал смертью храбрых родной коллектив Ташкова и его второй супруги Татьяны Александровны. Бойцовская закваска не дала впасть в отчаяние. Семья Ташковых почти 11 лет ездила в деревню, где дружно пахала землю. Впрочем, Ташкову к трудностям было не привыкать. Наверное, он снял бы намного больше, если бы был членом руководящей партии, а его фамилия долгие годы не фигурировала бы в так называемых черных списках недопущенцев. Но он всегда уповал на сокровенное и считал, что приход в мир таких творцов, как Достоевский и Перов не случайно. О картине очень сложно говорить, потому что она картина перед тобой. Она сама говорит больше, чем если я о нем что-то скажу. Емко. Нет ни одной лишней детали. У этого бесхитростного полотна люди замирали, скорбя и негодуя. Тройка. Обледеневший наст, огромная окованная бочка, исплесканная тяжелой водой. Три хрупкие фигурки, закутанные в рваные одежки. Тонкие шейки, измершиеся детские пальцы, вросшие в бичеву. Оскальзываясь и едва дыша, рвущие из последних селенок жилы. Тройка. Вся боль и неприютность оголодавшего сиротского, бурлатского детства. В центре коренник, как долго искал перов этого мальчика, нашел за Тверской заставой в толпе медленно бредущих на поклонение святыням, богомольцев. Он долго уговаривал мать, рано увядшую и всего боящуюся женщину. Уговорил, писал, надрываясь сердцем. Прозрачное от недоедания и усталости личика, не по-детски мудрый, бездомный озера глаз, скол выбитого переднего зубика. Третьяков был потрясен, оставил картину за собою еще на выставке. Прошло около четырех лет. Однажды в конце страстной недели в дом художника постучала сгорбленная старушка, Кореняка, Васеньки. Ее единственного сына больше не было в мире живых. Перов привел ее в галерею. Несколько часов она простояла на коленях, молясь и в последний раз впитывая родной образ. Через год Василий Григорьевич сделал копию портрета и отправил его осиротевшей матери. Любовь к детям, любов к человеку, все обязательно. И боль есть, все там есть. Душа, душа и больше, душа и огромная, душа, вот и все. Перов художник удивительно музыкальный, но его музыка, музыка пронзительной, просто немыслимой тишины, тишины отчаяния, беззвучного крика. Миры его персонажей полны опустошительной боли. Она так осязаема, что ее почувствовали даже французы во время выставки работ художника в 1867-м. Перову можно было не понимать, с Перовым можно было не соглашаться, но он никого не оставлял равнодушным. В его полотнах как бы исчезают краски и кисть, и искусство, скажет над могилой художника писатель Григорович. Так писать мог человек, который сам глубоко чувствовал но я думаю, что нравственная высота Перова была еще выше его таланта. К страданиям гражданина в том же 1967-м прибавилась личная неизбывная боль. Один за другим уходит из жизни любимая жена и двое старших детей. Василий Григорьевич остается с младшим сыном Владимиром. Горе сломало этого сильного человека. Он все еще преподавал в Московском училище живописи, все еще писал, ответственно выполняя заказ Павла Михайловича Третьякова по созданию портретной галереи знаковых личностей своей эпохи. Но душа его оцепенела. Когда в 1864-м за два года до создания тройки художник еще полный сил и надежд победно шел к славе, он дважды написал знаменитые похороны Гоголя героями его произведений. Мог ли он предполагать тогда тридцатилетний, что всего через 18 лет он повторит последний скорбный путь обожаемого писателя. Его пронесут на руках по той же Серпуховке мимо Павловской больницы в Данилов монастырь, где было кладбище. Перову не стало 29 мая 1882-го. Умирал он тяжко. Ему было всего 48. Вершиной его творчества стала работа, созданная еще за 10 лет до кончины. Портрет Федора Михайловича Достоевского. Это не просто шедевр, это полотно, один из глубочайших портретов человека во всем мировом искусстве. Это выражение ну как бы либо преклонения, либо любви к Достоевскому у автора. Здесь нет ничего внешнего, глухой задник, скупое цветовое решение, странное сочетание покоя и напряжения в фигуре, два световых и пластических центра, лицо и руки, чело, как соборный купол, невидящий взгляд, жесткая линия затворенных уст, внутри раскаленная магма. Судя по воспоминаниям самого художника, он писал будто во сне, ощущение бездонной пропасти, непостижимости интеллекта, мощи, изможденный больной человек вырастал до исполинских размеров. Перов будто видел, как наползали эти тяжелые носогубные складки. Там, на Семеновском плацу, страшные минуты приготовления казни. Позже Василий Григорьевич признавался, что не помнил, как искал и смешивал краски. Ему порой представлялось, что он вовсе и не писал этого портрета, а просто шел на прерывистый стук чужого и такого близкого сердца. Сердце Титана, прожившего две жизни. Мы его не знаем, мы не знаем. Он был очень жертвенный человек. Вот эти вот руки, это титанический труд, он сделал. Он пахарь. Жуткий пахарь. На перо выдавила невероятная ответственность. Он боялся не охватить, не постичь, не передать миры этого фантастического, необыкновенного индивида, будто сотканного из полярных противоречий. Позже художник признается, что, быть может, он впервые писал воистину обнаженную душу человека. Художник и режиссер Перов и Ташков один смог передать всю мощь своего сострадательного дара посредством кисти и красок, другой использовал неведомое творцу века 19-го новое искусство кинематографа. Каждая душа чувствует по-своему, говорил Перов, а если по-своему чувствует, то и выражает также неодинаково. Надо наблюдать и дастся вам. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ